44 генный ключ дар взаимодействия тела и родословные при подъеме частоты 44 генного ключа рождается дар взаимодействия это действительно захватывающий дар потому что на очень глубоком уровне он касается человеческого обоняния в мире проведены тысячи исследований невероятных обонятельных способностей у разных млекопитающих но большинство людей не знает как это чувство действует на высоких частотах у человека это люди обладающие талантом читать других они буквально могут снять всю информацию о человеке после одного рукопожатия это не акустический дар как например 57 дар интуиции который способен по телефону прочитать своего собеседника по тону голоса 44 дар требует близкого персонального контакта для эффективной работы высших аспектов природообоняния чтобы прочитать чью-либо натуру необходимо иметь возможность ощущать запах этого человека люди 44 даром используют свое чувство обоняния гораздо шире чем просто обоняние через нос фактически запах они ощущают всей своей иммунной системой через поры кожи они могут различать не только неуловимые запахи феромонов но и более тонкие гормональные сигналы на более глубоком уровне этот дар заключается в согласованности жизни человека с его собственным фракталом как только ваша частота возрастает до достаточно высокого уровня вы преодолеваете коллективную помеху 44 тени и начинаете узнавать своих истинных союзников по их аромату вы не только начнете безошибочно определять правильных для вас людей но и по-другому действовать в мире так как ваш высший инстинкт станет функционировать намного точнее для 44 дара жизнь заключена в познавании тонких ароматов следуя каждому аромату в своей жизни вы следуете своему высшему фракталу и тогда происходит чудо истинного командного взаимодействия чтобы по-настоящему понять дар взаимодействия необходимо понять кое-что о механике инкарнации 44 дар поможет почувствовать аромат своего высшего воплощения и жизненной цели среди окружающих и поэтому в нем есть знания о динамике групп в течение многих тысячелетий различные культуры верили в перевоплощение и эти верования остаются достаточно модными и в современной эпохе new age однако наука о человеческих фракталах содержит некоторые интересные и возможно вызывающие откровения для сторонников веры в реинкарнацию в первую очередь следует упомянуть о глобальной генетической программе ранее упоминавшийся в описании 44 тени эта программа действует в пространстве и времени и поскольку программа координирует взаимоотношения людей посредством коллективных генофондов на высшем уровне сознания будет справедливым сказать что никто и ничто не перевоплощается кроме как самой фрактальной линии инкарнацию можно рассматривать с точки зрения различных измерений изучая и созерцая глубины 22 генного ключа вы получаете представление о тонких слоях человеческой ауры известных как корпус кристи или радужное тело рассматривая инкарнацию с точки зрения каузального тела во многих традициях именуемого душой вы увидите как этот тончайший аспект сознания перевоплощаясь снова и снова постепенно становится более светлым и ярким ваше каузальное тело вибрируя на чрезвычайно высокой частоте вместе с каузальными телами других движется через пространство и время своего рода космическом танце отношений такие фрактальные линии эволюции всегда понимались через древние законы кармы но с перспективой высшего измерения существует всего одно единое и неделимое сознание лежащее в основе мироздания поэтому эти каузальные тела движущиеся через вечность ваши ближайшие друзья муж жены любовники и даже враги в действительности являются аспектами единого тела остающегося разделенным чтобы доиграть до конца эту захватывающую историю эволюции с перспективы высшего измерения понятия индивидуальной души выжившие после смерти тела и продолжающие двигаться вперед являются упрощенным представлением того как сознание используют фрактальные линии для инкарнации только само сознание выживает после смерти но родовая память хранится в крови и передаются через днк по фрактальным родовым линиям когда люди вспоминают свои прошлые жизни они в действительности читают фрактальную родословную идентифицируясь с единым архетипическим аспектом этого фрактала некоторые люди способны вспомнить невероятные подробности из прошлой жизни но опять же это аспект 44 дара и его главная цель разбудить память людей резонирующих со своей фрактальной линии информация всей вашей фрактальной родословной действительно может быть полностью прослежена вплоть до источника всех фракталов но это под силу лишь чрезвычайно чистому телу резонирующему с уровнем сознания ситхи поэтому суть дара взаимодействия в распознавании тех кто близок вам в вашей жизни если впервые встреченный человек кажется знакомым это означает что его тело форма принадлежит вашей фрактальной линии в великом теле ваши клетки работают совместно исходя из этого если бы вы сумели собрать вокруг себя свой настоящий фрактал динамика этой команды была бы просто потрясающий в группе существовало бы полное доверие а в семье тотальная любовь но мир пока еще видел немного архетипов 44 дар люди с этим даром являются мастерами групповой механики и невероятные распознавания людей хотя им все еще приходится продолжать действовать в разрушительных теневых шаблонах тотальности как бы то ни было 44 ситхи мы увидим что все это уже практически достигла своего финала ваше время ваше время ваше время Продолжение следует...